По мнению депутатов, явка на выборах разного уровня стремительно падает, а снижение возрастного ценза, по мнению авторов проекта закона, обеспечит электорат на избирательных участках. Мол, если у большего количества людей будет право делать выбор, тем больше народу, соответственно, и пойдет голосовать. Я думаю, что всем многим понятно, что в 16 лет многие дети, они еще в политике достаточно слабо развивают, разбираются. Если посмотреть, я занимаюсь с детьми на пытательных курсах для поступающих в институты, которые как раз дают общество знаний, и для них политика является очень сложной. То есть, например, социальные отношения, социальную структуру, даже некоторые философские вопросы, они разбирают намного легче. У них сразу возникает проблема с политикой, потому что напрямую они с ней никогда не сталкиваются, по-хорошему пощупать ее изнутри многие не могут. В свете последних событий предложение о том, чтобы разрешить голосование 16-летним школьникам, выглядит уж, простите, как своего рода провокация. Молодежь является главным объектом манипулирования. Ну как человек, которому не на любой-то фильм можно сходить, сможет сделать осознанный выбор? Выбор, который, возможно, повлияет на судьбу целого государства. Само собой, на ребятню, зеленую и политически безграмотную, будет оказываться давление во всех сферах. Вот этот момент, то, что у нас законодательство прописано, с 18 лет имеет право избираться в местные органы самоуправления, я тоже считаю, что это еще рано, потому что, опять же, для того, чтобы заниматься управлением даже на уровне местного самоуправления, все равно нужно иметь какой-то, по крайней мере, практически жизненный опыт, которого в 18 лет, а тем более в 16 лет, у человека еще нет. Соответственно, опять же, если взять там 16 лет, то таких избирателей будет легко увлечь именно какими-то красивыми, демагогическими лозунгами. И я так думаю, что ЛДПР исходит здесь из своих шкурных интересов, потому что, ну, мы представляем, что действительно достаточно большое количество студентов голосует за ЛДПР, и, соответственно, масса школьников тоже так более-менее привлекает идеи ЛДПР. Но, опять же, это не из-за того, что они обладают высокой политической грамотностью, культурой и так далее, а наоборот, показатели их, наоборот, малой грамотности. Потому что, сколько я не разговаривал со студентами, с теми же нами школьниками, которые говорят о том, что ЛДПР их лучшая партия, никто из них программы ЛДПР, поверьте, не читал. Еще один мотив, которым руководствуются авторы предложения, это то, что на выборы нынче ходят одни пенсионеры. Нужно электорат омолодить, так сказать, сбалансировать взрослую категорию избирателей. Да и воспитание патриотизма у молодежи такой шаг внесет весомый вклад. Но вопросов пока все же остается больше, чем ответов. Продолжение следует...